МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. У нас в гостях в студии историк и политолог Зураб Тодо. Здравствуйте! Добрый вечер! Самая обсуждаемая инициатива последних дней сегодня в публичном пространстве среди политических аналитиков и среди нашего журналистского цеха это изменение избирательной системы, на которую наставит представитель Демократической партии и одновременно так называемый координатор правящей коалиции Влад Плохотнюк. Ваше отношение к идее перехода к одномандатной системе? Об этом говорят уже давно и это тема Демократическая партия еще, по-моему, в прошлом году так вбросила в общество, чтобы посмотреть... Мониторила, видимо. Да, да. Они изучали общественное мнение, скорее всего, и готовили его к тому, чтобы предложить перейти к смешанной или полностью к одномандатной системе. Ведь окончательно еще точка не проставлена. Какую именно систему желает Демократическая партия? Речь идет, как я понял, о одномандатной системе. На мой взгляд, эта идея в настоящее время и в нынешних условиях, в условиях, по сути дела, тотальной власти Демократической партии, она исключительно вредная. Она приведет, по существу, к установлению диктатуры этой партии такой, в мягкой форме. Почему я так утверждаю? Ну, потому что какие аргументы господа, оставившие эту идею, предлагают? Они говорят, что депутат будет ближе к народу. Они говорят, что будет механизм его отзыва, и таким образом он будет иметь больше ответственности перед избирателями. Приводят также другие аргументы. Ну, все это благие пожелания, красиво все выглядит. Но я вспоминаю, что уже однажды в истории Молдовы одномандатные округа были. Последний раз выборы по этим правилам прошли в 90-м году. Выборы были по одномандатным округам. И в Советском Союзе в целом были одномандатные округа. И получалось так, что по итогам всех выборов в Советском Союзе, Верховный Совет и в 90-м идут, говорилось так, что победил блок коммунистов и беспартийных. Вот если победит эта система, и будущие выборы в 2018 году будут проходить по однажды округам, то мы будем говорить по итогам. Уже сейчас можно сказать, что эти выборы победит блок демократической партии и беспартийных. Значит, мы таким образом делаем огромный шаг назад. То есть, практически вот эти 25 лет перечеркиваем. Ведь когда в 90-м году и потом в 91-м году пришли к независимости, потом создавалась Конституция, о чем все говорили? О том, что надо уходить от однопартийной системы. Что однопартийная система много лет, когда одна партия у власти, это не способствует развитию общества, экономики, демократии и так далее. Об этом вполне справедливо говорилось, и мы в 25 лет жили в многопартийной системе. Правила, которые предлагает демократическая партия, они, я считаю, перечеркивают все эти достижения. Хочу подчеркнуть, что Молдова единственное государство в СНГ до сих пор, где после 91-го года власть можно было сменить демократическим способом на выборах. Если победит с точки зрения демократическая партия, то мы можем получить общество, которому власть нельзя будет сменить. Почему я так утверждаю? Да потому, что это в идеале человек, который решит стать депутатом, выдвинуть себя в одномодатном округе, он в справедливой конкуренции должен победить. Но как будет в реальности? Разве у обыкновенного простого человека из, скажем так, определенного населенного пункта есть достаточное количество средств, чтобы участвовать в выборах, проводить предвыборную кампанию, оплачивать средства массовой информации, рекламу и так далее? Конечно же нет. Если есть, то есть у ограниченного круга лиц, тех, кто занимается бизнесом или связанных с деловыми кругами и так далее. Представим себе ситуацию, скажем, в том или ином районе пять человек решили выдвинуться по этому округу. И приходит демократическая партия, выбирает того, кто ей больше нравится, договаривается с ним и помогает ему, мягко говоря, помогает ему в ходе предвыборной кампании. Вопрос, кто победит в этом избирательном округе? Явно не избиратель. Ну, конечно же, непростой избиратель. Если, допустим, один человек у местных бизнесменов наберет каких-то средств, пообещает что-то, людям пообещает, наберет, условно говоря, 10-20-30 тысяч леев на избирательную кампанию, может он конкурировать с демократической партией, которой приедет известный товарищ Барсетка и скажет, так, вот это наш кандидат, вот тебе средства на избирательную кампанию. Что мы получаем? Мы получим парламент, которым большинство, если не все будут представлять демократическую партию. В той или иной форме эта схема, она обкатана уже в Гагаузии, где выборы давно происходят по однобладатным округам, и мы наблюдаем, что по избирательным спискам, не по избирательным спискам, а по кандидат от демократической партии практически не набирает голосов. Но те, кто негласно сотрудничает с демпартией, они потом в народном собрании составляют фракцию. Так было на прошлых выборах, и так, скорее всего, будет на этих. Они сейчас еще присматриваются, готовятся, но, скорее всего, фракция будет довольно сильная. Какова цель этих нововведений именно сейчас? Она стоит в том, чтобы господин Плохотнюк не тратил много усилий, времени и денег на создание парламентской большинства в будущем парламенте. Мы знаем, что демпартия по партийным спискам больше 10-15, максимум было 18-19 человек, не набирает на выборах. Не набирает, не получается никак. А потом создавать это парламентское большинство приходится каким образом? Ну, переманивая депутатов из других фракций. Как создавалось это парламентское большинство, мы все знаем. В общем, как бизнесмены решили, то есть, посчитал и решил, что так будет дешево. Получается так, что нынешние правила избрания в парламент, они обходятся слишком дорого. Для создания парламентского большинства по тем правилам и принципам, которые навязал общество, демократическая партия ее лидер. А переход на одмодатные округа приведет к тому, что, скажем, для демократической партии это выйдет дешевле, создавать парламентское большинство. Ну, а для общества это будет колоссальный регресс. Колоссальный регресс, потому что, повторю еще раз, для небольших государств переход к выборам по партийным спискам это благо, потому что формируются партии, в эти партии идут люди, которые придерживаются определенных многопартийная система, это способствует развитию демократии и так далее и тому подобное. Конечно же, это тоже не идеальный способ избрания парламента. И идеального вообще не существует, но нет идеального, потому что, да, существует так называемая политическая коррупция и при многопартийной системе, и по партийным спискам, мы знаем, но ее можно совершенствовать, ее можно как-то на нее влиять, но в нынешних условиях переход к одномодатным округам, я еще раз утверждаю, это огромный колоссальный регресс. Зураб, ну вот мы упомянули то, что был этот период, когда в СМИ обсуждалась эта тема, когда политики, политологи в различных ток-шоуах обсуждали возможность рождения в нашем избирательном законодательстве вот такой процедуры, как создание одномодатных округов. Сейчас мы видим уже откровенный вызов и заявление лидера Демпартии, призыв поддержать его, эту инновацию. И более того, сегодня мы видим, даже, вы знаете, появилась какая-то медийная поддержка всему этому. Появились ролики телевизионные, появились билборды, появилось, ну так сказать, знаете, оформление, или, ну я бы сказал, медийная легитимизация вот этого вот предложения. Вот ваш взгляд на происходящее. Ну это следовало ожидать. Господин Плохотнюк создал, в общем-то, политическую и медийную империю. У него есть средства массовой информации, есть большой отряд экспертов-политологов, которые на разных телеканалах будут утверждать эту позицию и уже утверждают, подчеркивают, что она очень хорошая, ищут аргументы, ссылаются на опыт мировых стран и так далее. Опыт действительно существует, он противоречивый, но он существует, и при необходимости эти господа могут обосновать все, что угодно. Я имею ввиду этих самых так называемых независимых политологов-эспертов. Есть такой большой отряд в Республике Молдова. Есть и неправительственные организации, которые начинают поддерживать эту идею. Они будут пропагандировать и пользуясь тем, что Демократическая партия контролирует большое количество средств массовой информации, конечно, это может оказать определенное влияние на граждан страны. Но я надеюсь, что благодаря независимым средствам массовой информации люди будут узнавать настоящую правду. Если бы в Молдове была другая политическая ситуация, если бы не было монополии на власть у Демократической партии, которая в настоящее время контролирует фактически и парламент, и правительство, и судебную власть, здесь ключи. И осталась только президентская власть, которую они не контролируют, но они рано или поздно будут подбираться и к ней. Если бы была другая ситуация, да, можно было бы спокойно проанализировать все плюсы и минусы этой системы. В нынешних условиях это сделать невозможно. Именно без пропаганды. То, что мы сейчас увидим в ближайшее время со стороны средств массовой информации, контролируемые Демпартии. Они будут, по сути, пропагандировать эту тему. Ну, возможно, на каком-то этапе, почувствовав сопротивление, будут критические замечания, будут, ну, возможно, ряд партий выступит против этой системы. Ну, и были заявления уже и президента, и партия социалистов. В парламенте ЛДПМ, по-моему, фракция ЛДПМ выступила против. Либералы заявили, что они не поддержат. Ну, может быть, они... Мне кажется, набивают себе цены. Ну, истинная цель состоит в том, чтобы останутся где-то посередине, да, перейти к смешанной системе. Вот, и тем самым, показав всем, и обществу внутри страны, и внешним партнерам, что они, так сказать, толеранты, транспарентны, и вот идут навстречу пожелания. Но, на мой взгляд, и смешанная система, она тоже, по существу, будет играть в пользу Демпартии, и они наберут, там, скажем, 15-20 депутатов по партийным спискам, а потом остальных подтянут известным способом, каким действовали и раньше в аналогичных ситуациях. Я имею в виду, в работе во время выборов местные органы власти и работе с депутатами от разных фракций, когда они их уговаривали перейти в другие фракции. Мы все прекрасно понимаем, что за переходами депутатов из фракции в фракцию стоят определенные интересы и конкретные договоренности. Ну, вы уже упомянули, так сказать, категорическую позицию, которую занял президент Республики Молдова Игорь Дедон. Он заявил, что однованатная система не пройдет и при этом отметил, что количество депутатов в парламенте должно сократиться. Вот такое предложение тоже прозвучало вместе с критикой демократического предложения. И было сказано о том, что в состав парламента обязательно должны войти граждане Республики Молдова, проживающие в Приднестровье. И в этой ситуации, ну, это уже что-то новое по большому счету. Раньше этого, как бы так, не озвучивал ни один лидер государства. Сегодня это прозвучало. Как вам эти инициативы? Ну, попытки привлечь граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровье, к выборам предпринимались и раньше. Мы помним, что при президенте Владимире Воронине в время парламентских выборов были попытки организовать им избирательные участки. Была попытка договориться о том, чтобы там разместить избирательные участки. Но были какие-то, по-моему, другие попытки. Но, да, размещались они где-то в ближайших... Вдоль Днестра, как правило. Да, вдоль Днестра, чтобы люди могли проголосовать. Ну, как правило, в общем-то, там число граждан, желающих проголосовать, было незначительным, не очень большим. Ну, теоретически, предложение о том, чтобы граждане, проживающие в Приднестровье, могли участвовать в выборах и проходить в парламент, конечно, это позитивно. Позитивно, потому что должны быть представлены жители Приднестровья в Молдавском парламенте. Другой вопрос, что в реальных условиях политического раскола страны, в условиях неурегулированного конфликта Приднестровского, обеспечить это реально будет очень трудно. Но, как предложение, так рассмотреть, обсудить и попытаться реализовать, это интересно. Что касается сокращения числа депутатов, ну, здесь надо, видимо, серьезно обсуждать это, оценить все плюсы и минусы, посмотреть мировый опыт небольших государств. Мне кажется, что все-таки 101 депутат это достаточно оптимальная цифра для Республики Молдова. А если идти по линии уменьшения, то здесь могут возникнуть какие-то непредвиденные подводные камни, о которых мы не знаем. Поэтому... Присчитать можно не все. Рассчитать и предвидеть действительно будет трудно. А потом вдруг выяснится, что это принесет какие-то сложности. Может быть и позитив, но я думаю о том, что может быть и плохого, негативного. Скажем, какие-то регионы будут плохо представлены, или же будут какие-то другие проблемы. Мы пока не можем всего сказать. Ну, вот я просто не вижу, а чем, собственно, плохо, когда 101 депутат. В общем-то, те проблемы, которые существуют у нынешнего парламента, о которых мы говорим, политический туризм, подкуп, ну, прямо скажем, переходы из фракции во фракцию, это никак не связано с количеством депутатов. Это могло быть, может быть, и существует парламент, где больше депутатов, где меньше, но эти проблемы другого порядка. Раз мы заговорили о Приднестровье, давайте задержим наше внимание на этом регионе. Как вам идея создания единой платформы для диалога двух берегов Днестра, для того, чтобы найти какой-то, не знаю, точки соприкосновения или какие-то общие, знаете, общие драйверы для того, чтобы, ну, начать, начать процесс сближения территории? Ну, начнем с того, что Приднестровский конфликт относится к тому типу конфлитов, которые урегулировать очень тяжело. Тем, кто с удовольствием критикует сорвавшийся в свое время план Козака, нужно помнить о том, что, если бы он был реализован, это был бы первый пример вообще в истории международных отношений, когда подобные конфликты регулировали мирным путем. Аналогов до сих пор практически нет. Ну, увы, знаете, в истории нет сослугательных. Да, нету, да. Ну, там, напоминает Косово, но Косово, это пример совсем другого рода, когда, по сути, у страны оторвали территорию и заставили страну с этим, тоже Сербию, с этим смириться, да. Другие примеры также не подходят. И здесь какой есть положительный момент во всем этом при рассмотрении этой проблемы. Он состоит в том, что Молдова сохраняет возможность урегулировать этот конфликт на принципах сохранения территориальной целостности страны. Молдова сохраняет эту возможность. Например, Грузия эту возможность потеряла. Да, с потерей Абхазии и Южной Осетии. Да, надо иметь, так сказать, мужество признать, что, я имею в виду тем, кто, так сказать, политикам грузинским, что в 2008 году была совершена грубейшая ошибка без учета того, что там происходило, без всех обстоятельств, надежда на то, что американцы поддержат военную операцию. Все, естественно, это не оправдалось. В итоге территории потеряны. И как их обратно возвращать, никто сейчас в Грузии сказать не сможет. Ну, если мы не берем популистские какие-то заявления. А Молдова, наоборот, она сохранила эту возможность путем переговоров, пусть длительных, пусть многолетних, я не знаю, но тем не менее, рано или поздно эту проблему решить. Если не будет каких-то авантюрных шагов со стороны правого или левого берега, то это возможно сохраниться и в будущем. в этом смысле любые инициативы, которые направлены на диалог, на сближение двух берегов, на развитие понимания людей, проживающих по обе стороны, на упрощение жизни, решение различных вопросов, например, вопросов связи. Мы знаем, что телефонная связь между двумя берегами затруднена, мы знаем, что многие другие вопросы затруднены. Если это будет как-то продвигаться и жизнь простых людей улучшится, то, конечно, это только на пользу пойдет. В то же время необходимо иметь в виду, что найдется большое количество скептиков, которые любые инициативы, направленные на повышение взаимопонимания двух берегов, будут торпедировать под предлогом того, что предательство национальных интересов, мы не требуем каких-то ответственности или вывода войск от России. Мы там не допустим, не призываем... И формат миротворческий. Да, формат и так далее. То есть, то, что может раздражать внешних партнеров. Эти господа не учитывают политическую ситуацию, что одно дело требовать, когда ты имеешь силы и возможности реализовать это требование, другое дело, когда у тебя нет никаких сил и возможностей, и все зависит от старшего брата, который ты в данный момент выбрал. А старший брат, которого правящее большинство выбрало в данный момент в Вашингтоне, он не заинтересован силой или каким-то конфликтом требовать от России вывода этого контингента и менять миротворческую операцию. У Соединенных Штатов Америки сейчас другие проблемы. Я всегда в таких случаях пытаюсь нашим господам радикалам разного толка напомнить о том, что есть такая великая держава Китай, у которой сил побольше, чем у Молдовы, и возможностей больше, но тем не менее они спокойно, с чувством собственного достоинства ждутся того времени, когда они решат проблему Тайваня. Они бы давно могли бы это сделать, с силой или политическим давлением, или просто купить Тайвань с потрохами, у них денег много, но они этого не делают. Они ждут своего времени. Понимаете, тут все, тут и политическая мудрость, и пять тысячелетий веков истории. Китайская мудрость. Да, да. Хотя, еще раз повторю, значит, этой проблеме больше полувека, это с 49-го года, и заметьте, они не как сказать, не унижают себя тем, что всюду, везде говорят о том, что вот, мировое сообщество должно поддержать, или так далее, и так далее. Они великая держава, они понимают, что придет время, они эту проблему решат. Может быть, они будут ждать, если надо будет, 50, 100 лет, 200, 300, они подождут, но они ее решат, как решили все время проблему Гонконга. Я считаю, что если мы себя уважаем как государство, мы должны не показывать все время свое бессилие, о том, что мы не можем сами решить, а должны наоборот, вот такими инициативами сближать два берега и не страх. Хотел напомнить китайскую мудрость, звучит она примерно так, терпеливые получают бесплатно то, за что нетерпеливые платят. Видимо, вот в контексте нашей беседы. Давайте вернемся к теме нашей встречи. Вы упомянули, что уже прозвучали оценки, предложения представителей Демпартии в этой новой избирательной системе. Либерал-демократы высказались, глава либеральной партии. Так ли однозначно можно воспринимать все эти заявления, просто отторжение? Может быть, это предвестники такого раскола в правящей коалиции? Я не думаю, что это предвестник раскола. Почему? Потому что либералы всегда показывали свою способность торговаться до последнего и срывать свой куш во всех этих переговорах. Я не припомню случаи, когда они по своей инициативе шли до до конца и были инициаторами разрыва. Их из коалиции попросили, по-моему, если не ошибаюсь, в 2013-м, и это была инициатива либерал-демократов и демократов, когда либералов убрали. А сейчас с ними просто вынуждены считаться, потому что эти несколько голосов необходимы для большинства. И как раз вот эта однобандатная система позволяет решить и эту проблему. Потому что я знаю, что господин Гимп и его требования давно уже утомили и Плохотнюка, и членов его команды, окружения. И, конечно же, они хотели бы, чтобы было попроще договариваться. Ну, например, как с этими 15 депутатами, которые вышли из партии коммунистов. С ними вообще не надо, так сказать, разговаривать. Им указания просто можно передавать там записками или посыльными. И они все выполняют и, естественно, торговаться не будут. Вот. Вот примерно такой парламент хочет иметь Плохотнюк в будущем. Чтобы было их не 15, а 101 таких вот безголосых, беспринципных депутатов, чтобы можно было путем посыльного давать указания из своего секретариата. Такие примеры в мире существуют, такие государства есть, где парламент безголосый, безмолвный. Есть такие. И я думаю, что если мы безропотно будем смотреть за тем, как это все к этому катится, то мы получим такой же парламент и у нас. И я не случайно сказал в начале нашей передачи о диктатуре в мягкой форме. это действительно будет монополия одной партии. В целом для страны это, на ваш взгляд, негативный или положительный эффект? Смотрите, если уже говорить примеры различных таких вот систем, где существует мягкая форма диктатуры или может быть... Знаете, я бы сказал бы, я бы сказал, что это положительный пример. Знаете, в каком случае? Если бы за последние 2-3 года, когда Демпартия уже явно усилилась, явно уже доминировала в политическом пространстве страны, если бы она показала, что может не только интриговать, приобретать депутатов, создать парламентское большинство, договориться с внешними партнерами, решать какие-то другие вопросы, но она может способствовать и экономическому развитию страны, создание правил игры, которые способствовали бурному росту страны. Начиная примерно с 2014 года, даже раньше по существу, после того, как демократы решили проблему сначала либерал-демократов, проблему либерал-демократической партии, а потом способствовали расколу внутри партии коммунистов. Вот уже 2-2,5 года вся власть практически в руках демократов, что мешало им показать все свои способности по экономическому развитию страны. Вот если бы это было, бурный рост, какие-то безумные инвестиции внутри страны, извне в экономику страны, если бы бурный рост был внутри страны, были бы другие какие-то позитивные моменты в экономике, в социальной сфере, в культурной сфере. Если бы это все было, тогда да, ну что ж, люди умеют, люди знают, как. Да, конечно, мировая история знает примеры авторитарных государств, которые действительно развиваются очень активно и бурно. Вот я длительное время занимался исследованием процессов в Центральной Азии. У меня книги есть на эту тему. Узбекистан это один из примеров. Там нет никакой демократии западного образца, там нет свободных средств массовой информации, там есть несколько НПО, они все под контролем власти, там есть многопартийная система, 5 или 6 партий, но они все, естественно, играют по правилам власти. То есть демократии западного образца там не существует, но при этом колоссальные, миллиардные вливания извне в экономику и со стороны Китая, Японии, американцев, при этом бурный экономический рост, при этом собственное производство, понимаете? Что такое собственное производство, по-моему, мы забыли уже. Новое поколение даже не знает, что страна может что-то производить. Новое поколение, которое родилось после 1991 года, наверное, не знает, что Молдавия когда-то выпускала свои трактора, свои насосы, холодильники, телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, высокоточную технику, а также приборы, детали и очень серьезное оборудование для космической техники, для авиационной и прочее, и прочее, и прочее. Вот там, в Узбекистане, да, авторитарный режим, не будем говорить авторитарный режим, но все, что они получили в наследство Советского Союза, они сохранили и приумножили. Сейчас это одна из бурно развивающихся стран в Центральной Азии. При этом, естественно, никакой свободы слова, никакой демократии, западного образца, безусловно, у них проблемы есть, очень серьезные, очень серьезные. И критикуют Запад за многие проблемы, которые у них имеются. Но возникает допрос. Вот когда мы это оцениваем, ставим на одну чашу весов. Можно понять и можно даже поддержать. Потому что экономика развивается, потому что уровень бедности снижается и так далее и тому подобное. Что мы имеем в Молдавии? Что мы имеем сейчас в Молдавии? Вот, господа... У нас демократия, уровень жизни падает. Ну, хорошо, демократия. Ну, вот, кстати, единственное достижение, о чем мы тоже говорили в начале передачи, да, возможность сменить власть демократическим способом на выборах. Мы и этого сейчас лишаемся. Понимаете? Мы лишимся. Потому что, если возобладает эта система, мы возможность сменить власть лишимся. Что получим? Мы получим один парламент полностью под контролем демпартии. Как я сказал, блок демократической партии и так называемых независимых или беспартийных. Но они будут все под контролем, да? Потом будут, представим себе, следующие выборы такие же. И опять будет демократическая партия. И к чему мы придем? Мы придем к тому, что у нас ни экономика не развивается никак, ни инвестиций никаких нет, и демократии нет. Что тогда останется? Останется африканизация. Мы можем повторить путь тех стран Африки, где авторитарный режим, никакой экономической развития, никакой демократии, полностью деградация и скатывание в средневековье. Вот путь, по которому мы идем. Понятно. Я думаю, что от вашего внимания, так сказать, то есть в вашем внимании был, наверное, и тот прецедент, который произошел с бывшим главой Национального банка, Леонидом Толмачом. Его задержали буквально на следующий день после того, как он был включен в состав экономического совета при президенте страны. И буквально, то есть, наверное, не случайно, что это еще и совпало с тем, что глава государства отбыл с частным визитом из страны. Вот есть какая-то взаимосвязь с происходящим и что за этим на ваш взгляд происходит. Я бы еще добавил, что это случилось буквально чуть ли не на следующий день после отъезда отсюда международного чиновника Буки Кё, который встречался с лидером Демпартии. Они что-то такое говорили про то, что вот избирательная система это не так уж и плохо, да, очень интересно и так далее и тому подобное. Я думаю, что это вызов обществу. Почему? Потому что господин Талмач это один из очень немногих политиков в Молдове, которые пользовались безупречной репутацией в глазах всех политических сил и правых и левых. И я вообще не знаю, какие к нему могли быть вопросы у кого-либо, потому что ну, помимо того, что он создатель финансовой системы, помимо того, что он внес огромный вклад в стабильность национальной валюты и так далее и тому подобное, масса заслуг, да, кавалер государственных наград и прочее. Я не знаю, чем господин Талмач владеет, не смотрел его декларации, да, но я уверен, что все, что у него есть, составляет лишь незначительную часть того, что есть у тех людей, которые его преследуют, у тех судей, тех прокуроров, которые вот организуют это дело по указанию известно кого. Я уверен, что это несопоставим величина состояния этих людей и то, что есть господин Талмача. Конечно же, это попытка как-то повлиять на президента, безусловно. Конечно, это знак всем тем, кто еще позволяет себе независимо судить о действиях демократической партии и лидера. Придержите свою активность, не позволяйте слишком многого, иначе вас ждет то же самое. У меня вопрос просто главный, что собственно ему инкриминирует. Все, что там написано, это очень тяжелые статьи, но я не верю ни одной строке, чтобы человек такого уровня занимался тем, что ему инкриминирует. Зачем? Просто зачем? Понимаете? Вот это непонятно. Человек совершенно другого уровня. Когда я вижу по телевизору того или иного представителей судебной системы, но по лицу видно, что ворюга. Понимаете? Видно. Или там представитель, чиновник какого-то определенной власти. Хочется крепкое слово сказать. По физиономии, мягко говоря, видно, что воруют. Особенно, когда есть еще у нас средства массовой информации свободные, когда они с помощью этих дронов показывают эти особняки, дворцы, которые у этих людей есть. Потом эти господа выписывают ордера на арест и так далее. Стыд и совесть потеряли. Понимаете? В данном случае это яркий пример того, о чем я говорю. И я надеюсь, будет возмущение, надеюсь, будет попытка отстоять Ленина Толмача против вот этих бесправных, как скажем так, несправедливых обвинений. И в данном случае, я думаю, попытка порочить имя честного человека не удастся. Но ведь это не один, не единственный пример. У нас есть и другие примеры. Это просто говорит о том, что судебная система зависима, понятно. А второе, что мы действительно идем к диктатуре, пока еще мягкой. Потому что еще есть независимые средства массовой информации. Когда парламент будет полностью подконтролен, полностью, не надо будет перекупать депутатов из одной фракции в другую, он полностью будет изначально уже полностью своим, карманный. Вот в одном кармане будет парламент, а в другом кармане будет правительство человека. Тогда займутся средства массовой информации, Чтобы не мутили народ, чтобы не нервировали представителей внешних организаций, партнеров, чтобы те не кололи глаза и не нервировали их. То есть, в смысле, не портили настроение господам, которые здесь решили затеять вот все это. Вы можете спросить, а зачем все это делается? Это конечная цель. Цель конечная простая. Обеспечить свое пребывание у власти надолго. Надолго, на длительный срок. Вот в чем дело. Если бы такой цели не было, то не было бы необходимости менять эту систему, вдруг решили. Чего вдруг система меняется? Зачем? Что назрело это прямо? Если вас волнует вопрос соответственности депутатов, есть другие способы. Есть действующие законы. Законы, прописанные в Конституции, возможность воздействовать на депутата. Если вас волнует его приближенность к жителям конкретного района, опять же, существующие законы позволяют все это обеспечивать. Нет, здесь речь идет о том, чтобы сохранить свое пребывание у власти на неопределенный длительный срок. Но ведь себя любимых кормить-то надо. Ведь, понимаете, аппетиты растут, а смотрите, экономики нет. Чем пополняется бюджет? Таможенными сборами и налогами, которые за счет торговли, за счет того, что обкладывают переводы денежные, которые посылают гастробайтеры. Но здесь количество работающих уменьшается по причине того, что многие пытаются всеми правдами и неправдами получить гражданство страны, где они нашли себе работу, туда перетащить семью и там обосноваться. Получается, что у нас катастрофически тает население где-то по тем или иным цифрам, где-то порядка 114-115 человек в сутки. Деньги покидают Республику Молдову. Плюс население стареет, бюджета, образующий человеческий элемент сокращается. За счет чего они пытаются себе обеспечить такое счастливое будущее? Потому что ведь экономика сжалась. Они пошли по простому пути. Они надеются, что все не уедут. Насколько мы не будем шутить на тему того, что пусть последний выкрутит свет. Да, в аэропорту. В аэропорту, да. Но все-таки понятно, что все не уедут. Есть пример Эстонии, которая обезлюдила фактически. Где в этом смысле они ушли далеко вперед. Евросоюз взял на содержание эту страну. Все уехали, да. Там размещены военные НАТО и они взяли ее на содержание. То есть они подбрасывают в виде кредитов, грантов, деньги. Все не уедут. Есть вариант, при котором Запад будет подбрасывать деньги, как с той же Эстонии. Второй вариант – это репрессивная налогополитика. Она уже сейчас существует. Ведь налогополитика самая жесткая и самая репрессивная среди всех стран СНГ. Я думаю, уже мы опередили некоторые страны Европы. Именно поэтому бизнес частный практически не развивается. Поэтому нет инвестиций. То, о чем я говорил раньше. И что еще? Ну и полностью монополизация всех тех сфер экономики и сельского хозяйства, которые еще худо-бедно как-то существуют и работают. В области торговли, в области нефти, нефтепродуктов. Самое доходное, что у нас там осталось еще. Ну все, перепродажи. По крайней мере мы же видим, что число олигархов, которые контролировали те или иные сферы бизнеса, крупных олигархов уже уменьшилось. Кто-то уже сидит, кто-то под следствием, кто-то скоро сядет. Ну это, я думаю, перспектива для многих. Знаете, история с пауками в банке. Но при этом мы что получаем? Мы получаем, что все активы, они же делятся потом. Куда подевалось все состояние филата? Что-то пущено с молотка, но определенные активы, которые у него были, они же разделены уже, как я понимаю, определенными компаниями. И примерно знаем, кто их хозяин. То же самое можно сказать о том, что ждет активы Платона или активы Шора. Я уже не знаю про другие бизнесменов, помельче. Но я думаю, что ситуация в этом смысле аховая. Раз заговорили об экономике, вот ваша оценка инициатива президента аннулировать закон о перекладывании вот этого миллиарда, который утащили у нас, и перекладывание возврата миллиарда, опять же, на наши плечи. Это закон о том, чтобы этот миллиард выплачивался гражданами. Конечно же, любыми путями его нужно остановить, отменить и сделать так, чтобы миллиард отдавали те, кто его, собственно говоря, и украл. С этой темой слезать никак нельзя. Эту тему необходимо поднимать на всех уровнях. Ее не должны затмевать другие новости. Этот факт беспрецедентный. Я не припомню в истории других стран случаи, когда бы одна седьмая часть бюджета была таким наглым образом украдена. Были разные ситуации, связанные с коррупцией на разных уровнях власти, но такого не было. Вот так, когда грубо, неприкрыто, как было сделано это. Поэтому эту тему надо любым способом продвигать, и, безусловно, инициатива эта своевременна. Но надо только не прекращать этой темой заниматься. Постоянно напоминать, и когда, даст Бог, все-таки сложится ситуация, что парламент будет другой, правительство будет другой, можно будет предметно приступить к реализации этой темы, возврат миллиарда. Я думаю, что надо будет это сделать, конечно же. Вот смотрите, фракция социалистов усмотрела в другом законопроекте, а именно в предложении демократов об налоговой амнистии, такую прямую взаимосвязь с миллиардом украденным. И, вот, обратите внимание, один из авторов уже отозвал, ссылаясь на некие технические причины, отозвал законопроект. Вот на Ваш взгляд, почему это произошло? Ведь вроде как бы уже продумали защиту себя любимых, для того, чтобы у них, так сказать, не дай Бог, кто-то вдруг изымет что-нибудь. А тут раз и назад. Я могу только высказать предположение, потому что глубоко не зная эту тему, мое предположение состоит в том, что либо не успели обо всем договориться, либо есть какая-то часть, которую мы не знаем, вот этих закулисьных договоренностей. Ну и заодно, может быть, решили не смешивать две темы, которые мы сейчас... Вот ту, которую мы с вами обсуждаем, эту тему изменения электоральных законов и эту тему с отзывом этого закона. Может быть, решили сначала попридержать эту... Сместили акценты для того? Да, да, может быть так, потому что, когда был отзыв, многие не поняли, почему вдруг, что случилось, выдвигали разные предположения. А когда вот сейчас появилась тема изменения выборов в парламент, то можно предположить, что решили сместить акценты, а к этой вернуться попозже. К этому экономическому закону вернуться попозже. Но в любом случае, я вообще не верю ни правительству, ни парламенту практически ни в чем. Эти господа находятся у власти и думают прежде всего о своих личных интересах, о своих личных активах, о своих личных состояниях. Я в этом смысле практически любую инициативу, которую они продвигают, там есть всегда двойное и тройное дно. Это, к сожалению, реальность и практика, так сказать, захваченного государства, о котором мы по сей день, почему-то стали меньше говорить. Оно не просто действительно захваченное, оно, этот захват усиливается. И все, что мы с вами сегодня обсуждаем, он ведет к тому, что он станет тотальным. И не хочу быть, вносить такую пессимистичную ноту, но если не будут предприняты определенные шаги, какие именно, да, вот президент, есть, так сказать, возможности сопротивляться этому, есть партия социалистов в парламенте, которая находится в оппозиции к правящей большинству. У меня к другим партиям вопросов нет, там почти все под контролем. Есть общество, есть гражданское общество, я имею в виду то, которое не кормится с руки, опять же, демократической партии, либо западных партнеров. То есть, не грантоеды, да, нормальные представители гражданского общества, все должны бить в набат. Почему? Потому что пройдет год, два, три, изберем парламент по этой системе, либо посмешаны, и получим то, уже имеем отчасти, несменяемую власть, получим полностью несменяемую власть. Тогда даже такие передачи, как наши с вами, станут невозможными. Ну, будем надеяться, что этого не произойдет. Зурав, спасибо за эту встречу. И я надеюсь, что этот разговор, и не только на эти темы мы с вами продолжим в нашей студии, Главное, чтобы у всего этого, и у наших бесед, и у действий наших законодателей, я имею в виду настоящих законодателей, которые думают о законе, о законе, по которому будет жить и развиваться Республика Молдова, а не просто существовать, сумеют добиться, ну, будем говорить, добиться того, чтобы в Республике Молдове говорили не как о стране захваченной, не как о стране демократической, так сказать, в прошлом, а как о стране способной сформировать собственное будущее, допустим, суметь воссоздать целостность и заявить о себе, как, ну, не знаю, вот очень модно, с одно время были разговоры, что мы реально перекресток миров, что мы мост между Западом и Востоком. Во всяком случае, реализовать это такое политическое кредо, и на этом получить и политический, и финансовый, и любой капитал. Можно, и Молдова сохраняет пока еще возможности для того, чтобы выйти на путь динамичного развития, экономического, демократического и прочего, и вот они сохранились, эти возможности. Я всегда говорил, что Молдова есть будущее, только для этого действительно нужно очень-очень много и серьезно работать. Спасибо, будем работать. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был историк и политолог Зураб Тодо. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok